Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена, кого стоит, может быть, сейчас на ближайшую перспективу рассматривать в инвестиционный портфель и по каким причинам. Не обещаю, что будет большое количество историй, но тоже по вашим комментариям есть запросы на такого рода информацию, будем делиться. Призываю подписаться на канал, щелкнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. А мы давайте сегодня поговорим про акции, какие, на мой взгляд, являются наиболее интересными в настоящий момент. То есть первое, что сейчас представляет лично для меня наибольшие интересы можно покупать, это сектор розничной торговой, торвары потребительского назначения. Здесь лидерами на российском рынке являются X5 и Magnit. Мне больше всего нравится Magnit. Magnit в настоящий момент, соответственно, обоснование почему. Ну, во-первых, они выкупали часть своих акций, во-вторых, у них есть значительная доля кляши в настоящий момент. В-третьих, наблюдается в последнее время очень большой интерес со стороны институциональных инвесторов, ведет набор позиций. Четвертый момент, у нас все-таки постепенно разгоняется потребительская инфляция. Почему она разгоняется? Потому что я объясню, что в любом продукте, который вы покупаете, хотите вы того или нет, даже если он фермерский, даже если он произведен внутри России, там все равно присутствуют элементы импорта. То есть если вы покупаете гречу в Magnit, вы должны понимать, что комбайн, который собирает гречу, он какой-нибудь немецкий или американский. И расходники, соответственно, на него тоже немецкий или американский. Здесь у нас включается параллельный импорт, здесь у нас включается курс доллара, логистические цепочки по выводу валюты, по закупке оборудования, по доставке этого оборудования на территорию России. И это, соответственно, приводит к тому, что даже многие наши компании, когда курс доллара был выгоден, они сделали определенные запасы вот этого импортного оборудования, импортных комплектующих. То есть комплектующие, в данном случае под комплектующими, что я понимаю, это не только там детали какие есть, это расходные материалы, это аппараты по упаковке, упаковочная пленка, различного рода субстракты. То есть там много чего есть, что завозится непосредственно в России. И получается, что первая история, которая заключается в том, что год назад курс доллара был дешевый, и там были большие закупки, там были захеджированы валютные риски. И сейчас еще в настоящий момент в потребительской корзине повышение курса доллара до текущих значений не отразилось. И оно неизбежно произойдет. И даже если сам курс все-таки погасит какими-то административными мерами, в рамках потребительской инфляции это погасить уже не получится, потому что они уже сейчас вынуждены покупать все эти комплектующие, импортную составляющую в продуктовой рознице, они вынуждены покупать по высокому курсу. И они все равно и производитель, и магнит, они переложат эти цены на потребителя. Потребителю при этом индексируют, со стороны государства будет индексирован доход, и поэтому потребительская инфляция будет расти. Бенефициарами потребительской инфляции, соответственно, будут выступать розничные сети в первую очередь, то есть это продуктовый ритейл. Вторую очередь, это непродуктовый ритейл. И из непродуктового ритейла, наверное, наиболее интересная история с фикс-прайсом, которую можно сейчас посмотреть. То есть люди начинают как-нибудь свое сейчас потреблять. Если еще год назад, или полтора года назад, люди смотрели на какие-то китайские автопромы, говорят, да что, я больной, что ли, покупать китайскую машину за 3 миллиона рублей, сейчас покупают, покупают в кредит, потребляют, и это, соответственно, будет непосредственно продолжаться. Потребительские товары тоже обладают свойством роста, и здесь, соответственно, можно рассматривать для включения в инвестиционный портфель. Долю не определяю, потому что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я просто делюсь своей собственной мыслью, что интересно было бы включать в инвестиционный портфель и почему. Это что касается потребительских товаров. Второй сектор, это, конечно же, финансовый сектор. Центральный банк пытается найти механизмы управления валютным курсом в условиях, когда повышение процентной статки значительно не влияет на курс. Второе. Проводить операции валютной интервенции напрямую Центральный банк не может, потому что у него санкции в отношении его введены, то есть оперировать напрямую валюту он не может. И что происходит в этой ситуации? Происходит ситуация, связанная с повышением процентной ставки. И когда повышаются процентные ставки, посмотрите прямо сейчас, откройте каждого сейчас, просто можете на паузу нажать, откройте приложение любого банка, где вы обслуживаетесь, Сбербанк, ВТБ, и посмотрите ставки по банковским депозитам, вкладам на один год. Посмотрите ключевую ставку Центрального банка. Вы увидите очень большую разницу, разница может доходить до 6-7% между ставкой Центрального банка и ставкой банковского вклада. А если вы будете сравнивать со ставкой кредитования этого же банка, ну то есть вы можете зайти сейчас в личный кабинет своего банка и посмотреть, сколько банк вам заплатит, в случае, если вы 100 тысяч разместите на один год, сколько вам процентов будет начислено. И рассчитайте в этом же банке, в этом же личном кабинете, если вы возьмете потребительский кредит в размере 100 тысяч рублей на один год. Какую ставку вам предложат банк, сколько будет полная стоимость кредита, потому что обязаны это раскрывать. И вы увидите, что для себя вы увидите. Вы увидите маржинальность банка, то есть сколько он платит за привлечение денег и сколько он зарабатывает с выдачей кредита. Кредиты отреагировали мгновенно на повышение процентной ставки. В течение месяца ставки по депозитам более медленно изменяются. И эта разница опять-таки может достигать 10-15%. У нас очень высокая закредитованность у людей, в том числе люди будут перекредитовываться. И здесь возникает вопрос в том, что в условиях, когда процентные ставки Центрального банка растут, финансовый сектор чувствует себя очень хорошо, потому что у него есть маневр. Маневр для движения, расширения вот этих спредов между стоимостью привлечения ресурсов и выдаваемыми ресурсами. Поэтому финансовая отчетность банков, опять-таки я не говорю, что это будет постоянно. Я говорю, что сейчас в моменте это позитивно отразится на финансовых показателях. То есть мы смотрим на отчетность Сбербанка, Сбербанк выдает прекрасную отчетность, и там может быть привлекательная дивидендная доходность. И цена акций на это отреагирует, и дивиденды, которые в следующих 6 месяцев можно будет получить от Сбербанка, достаточно привлекательны. Еще одним из лидеров здесь можно назвать Банк Санкт-Петербург. Опять, не определяю доли, не говорю, по какой цене покупать. Говорю, что просто обратите внимание, и почему на это стоит обратить внимание. Ну и третье направление, которое хотелось бы посмотреть, это транспорт и логистика. Все, что с этим связано, здесь у меня лично в приоритете, наверное, 3 имени основных. Это ДВМП, Дальневосточное морское пароходство, ФЕСКО, это НМТП, Новороссийский морской торговый порт, и это Совкомфлот. Истории названы по степени привлекательности. То есть если НМТП и ДВМП достаточно дороги, но опять-таки здесь идет логистика. Почему логистика? Потому что расширяется пропускная способность непосредственно. НМТП, это, соответственно, вопрос экспорта жидких углеводородов. Это экспорт зерна. ДВМП, это, соответственно, Севморпуть. Но наиболее, наверное, интересен в текущий момент являются акции компании Совкомфлота. Причиной тому являются высокие ставки фракта, которые были в первом полугодии 23 года. Ставки номинированы в долларах. Доллар был достаточно высокий. То есть если вы не успели, скажем так, заработать на движение доллара к рублю, то в этом случае это отразится точно на финансовых показателях Совкомфлота по итогам 2023 года. Второе полугодие, наверное, будет поменьше. Доход, но тем не менее, можно ожидать двузначную доходность от Совкомфлота. Плюс, опять-таки, современный флот, транспортировка. По большей части ограничены у нас возможности экспорта нефтегазопродуктов под трубопроводом. Здесь есть транспорт, который как раз-таки и перевозит, то есть осуществляет транспортировку. То есть это и танкеры нефтеналивные, и это и танкеры, которые сжиженный природный газ перевозят в любую точку планеты. Здесь потенциальная доходность превышает, то есть здесь действительно присутствует премия за риск. А в отдельных историях, таких как, например, допустим, транспортные и логистические услуги, преимущество в том, что это тарифы считаются в долларах, доллар высокий, то есть это не напрямую экспортеры, а это те, кто осуществляет транспортировку вот этих вот грузов, которые продаются, однако которые экспортеры выигрывают. Здесь в этом же ключе можно добавить, помимо Совкомфлота, еще как логистическую такую историю, транснефть. Акции транснефть привилегированные тоже порядка чем более чем 80% потенциала роста в следующие полгода могут составить. Можно включать в инвестиционный портфель. Вот такие вот истории назову сегодня. Понравилось видео, обязательно оставьте комментарии. Может быть, вы считаете какие-то дополнительные компании интересные для включения в инвестиционный портфель. Предрекаю здесь Макс, а где же Сургут, Нефтегаз, Трифа. Это история, которую я покупаю всегда, поэтому если я ее не назвал, это не значит, что неинтересно. Можно включать в портфель, но сегодня поговорили о каких-то новых именах, которые не так сильно засвечены у нас на канале или в публичном пространстве. На этом сегодня все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.